Приветствую всех на канале ICO Startup. В данном видео мы будем разбирать ICO компанию HDAG. Она добавлена на ресурс ICO Tracker. Здесь предоставлены все социальные ссылки. Ссылки на информресурсы, на white paper, где можно более подробно изучить и ознакомиться с этой компанией. Давайте перейдем на главный сайт, чтобы поделиться с вами информацией. Делиться мы будем информацией с вами с Артемом. Артем, привет! Всем привет! Давай подробно расскажем о данной компании. Мы на главном сайте. Идет обратный отсчет времени. 27 ноября был старт ICO. Ну да, у них интересная задача. О них узнали все буквально недавно. Ну, компания очень серьезная. Находится в Южной Корее. У частных инвесторов они собрали 120 миллионов долларов. Это все они собирали в биткоинах. И они вместе сотрудничают с конгломератором Hyundai и CO-компании. Как его звали? Сейчас посмотрим. Дао Санг Чанг. Это CO-компания Duck. И его дядя, его тетя, CO-компания Hyundai. То есть, неплохая такая связь. Да, просто такой, ну вообще, росты не связи. Неплохие очень. Ну да, то есть, можно понимать, да. К примеру, у Hyundai Motors прибыль компании в 2014 году было 76 миллиардов долларов. Hyundai еще задействует строительство, инженерию и так далее. То есть, что будет делать Reduck? Он делает свой блокчейн, который будет концентрироваться на Internet of Things. То есть, интернет для вещей различных. Сейчас объясню, что это значит. И систему, и экосистему для разных платежей, которая также соединит и Hyundai, и объединит и частный, и публичный, и private, и паблик блокчейн. Что это больше значит? К примеру, главная миссия компании HDAG, HDAG-платформа, это соединить все электронные девайсы к интернету, подключить их. И, соответственно, к блокчейну. То есть, это и есть Internet of Things, IOT. Их главный конкурент, и на самом деле, и не конкурент. Если досмотрите видео до конца, узнаете, почему это и не конкурент. Но IOT, капитализация сегодня, IOT, кстати, плюс 35%, капитализация компаний 4 миллиарда долларов. Она в топ-10 самых больших криптовалют входит. По-моему, седьмое, восьмое где-то место. Она не так давно появилась, собственно, на CoinMarket, ICO проводилась где-то год назад, скорее всего. А не так давно ее добавили на CoinMarket, и многие совсем не знают, что это за монета, собственно. Ну да, в монетах DAG у них, я посчитал, к примеру, если компания будет стоить так же, как токен DAG будет стоить, как IOT, то, в принципе, X5 можно ожидать. Ну, это не финансовый, никакой там совет, это вы можете примерно плюс-минус прикинуть сами. То есть, что они делают? Они сосредоточены на умных домах, умных машинах, и где приложения смогут сделать все. То есть, разблокировать, к примеру, садитесь в машину, и на зеркале может быть фейс-опознаватель лица. И то есть, если это только вы или на кого-то еще зарегистрировали машину, там, на жену, не знаю, еще на кого-то, вот, только тогда она заведется. Для этого и есть правит блокчейн, чтобы ваши данные не были доступны всем. К примеру, так же и с домами, то есть, вы подходите, не знаю, к дому, либо, ну, то есть, все эти функции умных домов, можете через телефон контролировать весь дом. То есть, не знаю, вы подходите к дому, так же, не знаю, двери открываются сразу, не знаю, ванна набирается, шампанское льется рекой. Вот, ну, то есть, все, что вы запрограммите, и когда вы где-то будете к дому подходить, сразу, не знаю, будет ванна набираться, или что вы там любите, ну, это так. То есть, кто, что себе пропишет, то и будет делать. Ну, да, то есть, платформа, у платформы есть такие функции, такие, как можно сделать свой токен, сделать частный блокчейн, но это, частный блокчейн будет не для всех, вот так, как я сказал, вот ключи там для машины, для домов, то есть, не надо, чтобы он был частный, и так же будет публично для всех. Но, что интересно, у них есть, вот чем отличается это от иоты, это у них будет генерация ключей. Сейчас, секунду. То есть, будет повышенная безопасность для частных блоков, и что отличает их от всех других существующих платформ. То есть, будет генерация квантовых чисел случайным образом. То есть, такого еще никто не делал, это действительно сильно отличает от всех. Это огромное преимущество конкурентное. То есть, в ближайшее время, на самом деле, все девайсы будут подключены, ну, уже там тостеры, там микроволновки, чайники подключены к интернету. И дальше их возможности, ну, скорее всего, свяжут с дигитальными валютами. К примеру, в холодильник, вон, Amazon уже предоставила, когда у вас молоко заканчивается, у вас молоко аэродропается на ваш двор в Америке само. И приносит дрон. То есть, это уже реальность. И берется, наверное, у вас деньги с кредитной карточки, или как-то инвойс приходит. А тут может быть, что у вас сразу и криптовалюты оплачиваются, это молоко или ваши другие продукты, как они заканчиваются. Они сами заканчиваются и сами оплатятся. И кто-то сам съест еще. Но это не точно. Да, на самом деле, уже настолько все будет роботизировано, то есть, электронно, и наше вмешательство все меньше и меньше будет в данном направлении. Скоро мы вообще не нужны будем. Да, сто процентов. Ну, хотя это все приближает и показывает вот те разные фантастические фильмы, которые, ну, пусть даже два года назад казалось такой какой-то сложной нереальностью. Вот, а на сегодня это более, вот, можно вспомнить предыдущие фильмы. Сейчас мы смотрим еще что-то крутое такое, которое кажется на сегодня для нас это нереальность, действительно. Но, вот, если мы разбираем данного рода проекты, то, я думаю, это пройдет еще полгода, год, полтора, может, раньше. И эти технологии, действительно, то есть, некоторые из них, они сейчас уже работают, то есть, в каких-то, вот, крутых странах, вот, есть, видно на, ну, то есть, в фильмах. Потому, это, я считаю, что это реальность в самом ближайшем будущем, которая будет сейчас. Ну, да, и, то есть, пользователи требуют надежности и удобства от блокчейна и как можно использовать интернет для различных вещей. То есть, да, платформа достигает этого всего с помощью надежной мульти, в общем, мульти-блокчейн-технологии. По поводу, что они, сколько они собрали, то есть, у них был правед вообще закрытый, а этой компанией, не знаю, две недели назад еще никто не знал. В Южной Корее они собрали 13 тысяч биткоинов, то есть, примерно 130 миллионов долларов на сегодня. Да. А какая у них хардкэп или... Смотри, хардкэп, у них 14% будет на всего, на ICO. 86% монет будут майниться в следующие 170 лет, то есть, перспективная монета майнить. Вот, то есть, на ICO будет доступно 1,6 миллиарда монет, всего максимум количества 12 миллиардов монет. От ICO 7% идет инвесторам, а 7% идет компании, наверное, на развитии дальнейшей и так далее. Что еще интересно, в декабре в Сиоле, то есть, Южной Корее, они планируют и откроют люксовые апартаменты, где они будут показывать блокчейн со всеми девайсами, как они будут подсоединяться, как это будет работать. И, я думаю, для инвесторов это будет очень интересно, то есть, в Южной Корее много богатых людей, то есть, и такие шоурумы будут, очень, думаю, востребованно и интересны. Ну, это мы увидим в ближайшем будущем. А на сейчас, я думаю, стоит резюмировать наш рассказ. То есть, получается, очень такая крутая команда, известные люди, которые имеют знакомство с компанией Hyundai и на закрытом пресейле собрали довольно-таки очень большие средства. Это 13 тысяч биткоинов сейчас. То есть, сейчас непонятно, сколько еще им нужно собрать, то есть, все закрыто. Ну, они сказали, они сделают анонсмент, когда это будет. Кстати, сейчас курс 0.1 биткоина – это 2200 монет. То есть, это 2200, это по 45 центов выходит монета. Иота сейчас стоит на рынке 1.46 доллара, то есть, минимум, в перспективе, в три раза. Иота восьмая по капитализации. Я понял. Ну, в любом случае, друзья, насколько есть время более подробно разобраться, то есть, неизвестно, как бы данные ICO может закончиться в любой момент. Потому как мы не видим наполняемости казны данной компании. Но по времени написано, что 27 ноября старт ICO и 22 декабря будет завершено. Но если они досрочно не соберут ту или иную сумму, которая им нужна. От 0.1 биткоина, да, вот бонус идет в 400 монет от 0.1 биткоина, то есть, от 1000 долларов, примерно. Поэтому, друзья, были рады поделиться с вами данной информацией о ICO-компаниях DAG. Кому было интересно, полезное данное видео, будем благодарны, если вы его поддержите, поставив палец вверх. Кроме того, будем отдельно благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Также, друзья, подписывайте на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать последующие видеообзоры о других ICO-компаниях. И еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok